Итак, итак, приветствую, друзья, приветствую всех, братья и сестры. Дякую Богу, дякую вам, что Бог дал нам такую прекрасную нагоду. Сегодня новый месяц, листопад, и мы с вами служили в Церкви Ведвага. Хай Бог всех вас благословит, даст натхнение, и мы начинаем служение наше. Да поможет всем нам Бог. Я хотел посмотреть наши французы, что-то нема. И на фамилии они нашли общие списки. Ну, он нашел. Я думаю, что они успеют подключиться. Хорошо, сегодня у нас 2 ноября 23-го урока, и начинаем служение. Сегодня у нас участвуют служение Людмила Шуман и Даша Шуман, наполовину. Шитно, Польша, Мария Гуменюк, ровно, и Таня Шуром, ровно, Алексей Соколов, Канада, Васильчук, Ева, Россия, Вера Фрецак, Молдова, Эра, Дли, Далик, Немеччина, Максимчук, Людмила, Оксана Редкаус, Ольга Саразинска, Таня Доженкова, и в том числе я, ровно. Вот с такой киркостью мы начинаем наше служение, друзья. Хай Бог всех вас нас рясно благословит. Если по ходу кто-то будет подключаться, мы будем дуже рады. Пока, как говорится, шо маємо, то маємо. Ну, придется очки уже одевать, хуже хочешь, не хочешь. А сегодня я хотел говорить, можно сказать, не велику фразу читати, але много можно говорить. Это Ведлуки, 17 глава, находим Ведлука у нас, 17 глава. Там такой дуже знайомий стих, короткий, буквально три слова. 32 стих. Вспоминайте жену Лотову. По-другому, задайте дружину Лотови. Ну, я еще задатый, давайте мы будем задать. Взагали о нем дуже мало написано. Давайте мы сначала сделаем экскурс какой-то, да, потому что, чтобы разобраться и подивиться о вставе, на которой она оказалась, и о которой она написана в Библии о ней. Як звати? Неведомо. Я не знаю. Если кто-то знает, пишите мне в комментариях. Я не знаю. Там написано, что она являлась женой Лота. Женой Лота. А Лот был племянником Авраама. Авраам был его дядей. И когда они вышли, и написано, что у них очень много худого появилось, и вопрос стояло, как дальше жить? Потому что пастухи сварились между собой и тому подобное. И тогда Авраам ему предлагал руби выбор, потому что написано, что у обоих скот умножался там, и уже невозможно было. Я не знаю, как так прямо, что там земли мало было, но не знаю. Короче, они между собой, не они, а пастухи между собой сварились. И тогда Авраам предлагал ему, Лот, выбирай. Вот тебе бери. Если ты налево, я направлю. Если ты туда, я сюда. Выбирай. И Вин решил такое расположение недалеко от Содома. И Библия так опишет. Авраам стал жить на земле Хананске, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры аж до Содома. А жители же Содомовские были злые и весьма грешные перед Господом. То есть, знаете, иноды бывает. Мы знаем, что если я приду в это общество, ну, знаете, это, как там, я слышал свидетельство одного парня, он ходил, у него была склонность выпить, любил пить. Ну, как-то в мире пил. Алкоголиком был, пьяницей, ладно, покаялся. И когда он встал на ноги, он решил пойти в бар, баре, баре, ну, бар. Решил пойти в бар и проповедовать. У него была ревность, но он не учел одного. Это его слабое звено. Это ты знаешь, что там баре делают. Если ты не маешь откровения от Бога, если у тебя нет такой ведваги, такое дразновение, такого, куда ты идешь? Это знаете о чем? Внутри ему тянуло туда. Что-то ему тянуло, заставляло идти туда. Может, он насладался, как они пьют там, я не знаю. И что в итоге думаете? Угадали. Он выпивал. Он ходил туда и допился. И все. Поезд приехал уже. О чем он должен там говорить? Ни о чем. Видите, лот. Во-первых, о лоте апостол Петр пишет, что это был праведный человек. Праведная людина была. Утомленный, скажи, утомленного обращения между людьми. Неистово разратным избавил. Это Бог о нем говорит, что избавил его. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился. Праведный в душе, видя и слыша дела бездокония. Он прекрасно знал состояние. Али разом с ним, знаете, пошел недалеко и пошел жить. А жители судов, они были, ну, написано, весьма зли и весьма грешны. Вот так бывает, что мы иногда знаем, али думаем, что мы что-то можем сделать. Мы победим. Мы там, у нас хватит сил и тому подобное. А про Абраму написано, что Абрам сдвинулся, свой шатер к равнине, мамре, и создал там жертвенник Господу. Понимаете, у Абрама было совершенно инши интересы. Он стал ближе к Богу. Он создал жертвенник. Ахиба Лод не знал об этом. Лод знал тоже. Ну, почему-то ему приманилось вот это греховное, вот это все. Будучи праведником, будучи, ну, по крайней мере, рядом с Ноем, с этим Абрамом, жил. У него были прекрасная перспектива. Прекрасная перспектива. Але, ну, он решил более этому городу. Ну, знаете, это значит, более городу, и грех начал более и более подробно, можно сказать, проявляться. Они, может быть, много чего бачили и не знаю. Потом, конечно, если они были открытостей, уже в сам город уже зашли. Все. А тут несколько можно сделать, просто, просто сделать, как это называется, уяву, что ли, человек там, уявить себя только можно, что у него дети, девчата были, можно, там, какие-то хлопцы нашли, там, туда-сюда, там, и тому подобное. И, знаете, дети пошли, детям, батьки пошли навстречу детям, и, а, фантазировать, я хотел сказать, можно фантазировать трошки. Дети, пошли, батьки пошли в ступке на детей, и все-таки пришли в этот город, и давай там, в этом городе побудь. Но, когда, ну, разом с ним, разом с ним, мы не забываем, что я повторил, повторяю, что Лот был праведным человеком. Лот был праведным. Но, все равно, он пришел, вот этот, изращенный город, можно сказать, весьма грешный. Я знаю, что они там, шерубили, но мы читаем Писание, мы знаем, что, когда ангели пришли, они уже хотели, там, такое греховное, грязное, и тому подобное. Теперь, оставим Лот, Лота в покое, вернемся до жене, потому что, Иисус скажет, задайте жену Лотовой, задайте. вспоминайте жену Лотова. Ну, то, что мы знаем, она была женой Лота. Это немаловажно, друзья. Иногда, мы, знаете, не ценим, что наш батька там, пастор, наша жена, муж, пастор, допустим, наш брат, пастор, да не пастор, просто богобоязный человек, верующий, тому подобное, иногда мы можем легко вожить, легко вожить, не цените. Жена Лота написана, ну, она, ты же знал, кто такой Лот, это праведный, он не участвовал в этих греховных делах, я сто высотков уверен, потому что, никто бы о нем так не написал бы. И жена-то, и жена-то, это все бачила, жена-то все знала, что муж, это влиятельный человек на своем роде и тому подобное, и надо, не легко вожить, и на флаге, надо жить, сейчас, минуточку посмотрю, подключили интернет, нема, вот, ты смотри, вот, ну, она не ценила, бачка, она не ценила, она, я думаю, что, может, может, знаете, иногда бывает, да, люди кажут, а, мы батька, жена, муж, там, отец, и все, верующие, ну, через них я тоже буду верующим, но так не бывает, каждый отвечает за себя, каждый должен за свою жизнь отвечать, верующие батьки, неверующие, если Лотовы, жена, она знала, что у нее муж правый, такой, якась надежда, а вдруг, мне повезет, не бывает так, это обман, как это повезет, что значит повезет, надо нам быть угодно Богу, и поэтому, никакое, родство земное, брат, сват, там, и тому подобное, нам не поможет, и не випадково, Иисус скажет, да дайте жену Лотовы, то есть, не имеет значения, она была женой праведного человека, и когда ангели пришли, сказали, давай, избирай это все, давай, раз, два, и тому подобное, писание кажется, Луки написано, что, во время Лота, ели, пили, покуп, продавали, сады, и стоили, и день, но день, который Лот вышел из Судома, пролил с неба дождь, огнанный, и сырный, и истребил всех, перед тем, во время Ноя, там написано, что женили замуж, выходя от Удни, никто не выходит, никто не, жили гражданском браке, как и дожди живут, гражданском браке, понимаете, у Лот, у жени Лота, такая была тяга до этого мира, мирское, мирское, почему, потому что, девчата вышли замуж, непонятно, за кем, не описывали ничего, но знаем одно, что они нехтували призыв Лота, нехтували, Лот там, кажется, что давайте, кто там, жена сказала, кто там, давайте, ангели говорят, выходим, так, а сказали, зятям, знаете, написано, что зяты подумали, что шутят, так что, ну, и был цей, Лот, Лот был шутником, что ли, а Иисус, Иоанн говорит, не любите мир, не то, что в мире, кто любит мир, то нет любви Отче, ибо все, что в мире, поход плоди, поход Отче, горжетельский, не есть от Отца, но от мира всего, и мир проходит, и поход его, а испарняши его любовью пребывают вовек, эти люди, они любили мир, они не хотели оставить этот мир, они жили в этом мире, я не знаю, может они крепко не увлекались, но по правильной мере у них было, они отнехтовали, некоторые кажут, там, брат, Абсолют Иоаннович, мы не пренебрегаем Богом, мы принимаем все, ну, пока мы не можем ходить в собрание, слухай, слухай, странно, однако, с этой самой сказать, вот сестру Таню Долженкову, она кушает, там, готовит в этом, как там называется, не знаю, не взломанное, там, что-то такое, беженцам, скажет, сестра Таня, ты очень вкусно готовишь, но терпеть, я не могу есть то, что ты готовишь, она скажет, я не поняла, то, что ты, что ты говоришь, ты сам очень поняла, что ты говоришь, ты так мне, тебе нравится, что я готовлю, что ты не можешь есть, ты надо есть, и мы с вами неоднократно ели, когда она готовила, и так само здесь проходит, хлопцы, пошли, зараз будет, не, 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 там у них дела, у них куча делов, знаете, мало сказать, что я спасен, мало сказать, что у меня муж верующий, жена верующая, там, брат, сестра свад, мало, потому что мы спасаем, с жизнью его, его жизнь должен проявиться у нас, и когда, эту жизнь я проявляю, ну, конечно, тогда, люди со стороны заметны, я говорю, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу, не можно, с одного источника не течет, и то, и то, и другое, нет, ты должен четко определиться, ты должен противостоять дьяволу, чтобы дьявол текал от тебя, убежал от тебя, и нам требуется это, и выбор, не ждать, пока там, этот, огни, серия, и тому подобное, чтобы, выпали на голову нашу, надо рубить вовремя, вовремя, сделать выбор свой, Иисус скажет, задайте жену Лотову, вспоминайте, вспоминайте, чтобы вы, ваша жизнь, не получилась, такая пустыня, пустотой, ну, что там, что можно сказать, про жену Лотови, давайте, перед тем, перед тем, что рассказать, про жену, что я хочу, этих зятей, зятей, эти зятей, они, мало того, нехтовали, даже сваты нехтовали, как это, а может не было, а может и было, а что сваты не бачили, что там робится, а что сваты не чуют, что они не бачили, знаете, они придержали своих детей, не, ну, мы не можем, не, дети не хочут, не, дети хай будут, хай, написано, что сгорело все, там, и сватами, и свахами, там, со всеми, там, сгорел весь этот самый, потому что, у них был шанс, они тоже могли быть спасены, у них Бог дал, и как и сегодня, нам, оточище нам, Бог дает шанс, возможно, кто-то сказал, что она была почти спасена, да, действительно, была почти спасена, она даже ушла, выбегала там, и, я не знаю, там все такое, есть, я сегодня прочитал, там такое место, когда лоджи торгуются с ангелами, скажи, на гору требует бегать, давай на город, потому что мы гору не можем, и все, ну, хорошо, они пришли навстречу даже, и она, как говорит, как говорит, кто-то говорит, что они действительно пошли, были спасены, почти, она была, в смысле, она была, пошли, потому что им было сказано, бежить назад, не дивиться, это беда, будет беда, ну, как я скажу, иногда, знаете, нам хочется знать, а что там далее, не знать хочется, что нам впереди далее, а что там далее, после того, я когда ушел, после того, когда пришел, иногда этот свит, так привлекает, так увлекает, вроде вышел, от греховного свита, но у меня тяга, тянется, хочется, чтобы свободную, греховную натуру, надо жить, как бы от глаз, дальше от всего, далеко, не знаю, где проводить себе, наслаждаться в болоте, тянется, хочется, жена Лота, скажи, сгадайте жену Лоту, жена Лота, я не знаю, как тебя звать, что тебя тянуло назад, что ты, что ты рвешься туда, что ты хочешь посмотреть, что там делается, тебе сказали, иди назад, не смотри, сказано было, ни одним, ни вообще, даже не думал, что тебе мешало, что тебе препятствует, еще думаете, о, Адамовец звонит, ну, извините, что тебе мешает, и ты, и это самое, раз ты вышел, этого греховного становища, то оставайся там, оставайся, зачем ты хочешь, питайся, зачем ты питаешься, опять, эту греховную болоту наступать, находишь, моменты, как бы посмотреть, как бы что-то делать, как бы каким-то чином, каким-то, не знаю, найти, как это называется, какой-то шанс, возможности, проскочить, и получить эту возможность, Иисус говорит, задайте жену Лотовой, задайте, задайте, как она себя вела, как она рвала с этому всему, и вот это у нас, так некоторые, получается, казалось, вырвались с этого света, казалось, вышли от этого мира, типа, уже не хочем жить в этом мире, но почему-то нам иногда тянет туда, нам хочется в этой болотище, трошки, я задаю, знаете, у нас, у них в Армении, там, свиньи, я вам уже рассказывал, они, они на улице, они утром выгоняют, с селок, утром выгоняют, вечером они приходят, но когда жаркая погода, и бывает колюша такая, и эти свиньи, знаете, идут там, и легают, иначе, то, что они митые, бритые, там, красивые, они идут, и легают, это их стихия, они ни по-другому не могут, это, это, они не могут просто, им хочется этого работать, хоть бери, помой, почисти, феном, это, побрызгай одеколоном, все равно, как побачить колюшу, да ты че, и вот ты, ты, бегом идти, минуту раньше легать там, это его життя, и так бывает, некоторые верующие люди, которые, все набировались от греховной жизни, но тянется, все побуду, все полежать там, все получать на салон, Иисус скажет, но, не рубите его, задайте жену Лотовой, а что в конце концов, стало жену Лотовой, когда она повернулась, написано, писание, что она стала, столбом, соляным столбом, выявляете, она как только повернулась, она стала, соляным столбом, это все, уже больше, я понимаю, что Лот, возможно, кричав там, я не знаю, как ее, не хочу имя назвать, если кто-то сказал, ага, это, он имел ввиду мне, там, он почувствовал, что ей не стало, он почувствовал, нечути ей, рядом, уже неоднократно кричав, ага, это было уже поздно, друзья, это было поздно, это было поздно, это было поздно, города с, и все окрестностью, и всех жителей, городов всех, и сваты, и дети, и всех, и произрастание земли, спалив, а жена же Лотова, оглянулась позади его, и стала соляным столбом, уже тут никто, не поможет ни Авраам, ни Лот, ни другое, дорогие друзья, хай Бог благословит, сегодня и дальнейшем, наше житие, чтобы мы ценили, тем, что мы маем, Иисус прямо, не богато, говорит, задайте жену Лотову, задайте, задайте, она, вспомните слова, не мои, кто-то сказал, майже была спасена, майже, что такое майже, это значит, у нее муж был праведный, она встала, вставала, она все узнала, она знала, как нужно жить, мало того, она вышла из дома, вообще, вышла из дома, я говорю, тем верующим, которые покаялись, приняли водные хрящения, они вышли из этого мира, но заглядают этот мир, а что там, трошки того, трошки того, трошки пятого, трошки десятого, и впоследствии, соляный стол, хай Бог всех нас, вас благословит, дорогие, мы дякуем Богу, дякуем, что Бог нам дал на году, зараз мы будем умолиться, попросить Божье благословение, на это служение, попросить, чтобы Господь благословил, дал нам слово, наслаждение истины в наших сердцах, хай Бог всем нам поможет, кто як може, встанем на колене, або стоя, кто як може, как получается, взываем Бога. Дороговиносердный Бог наш, мы выдаем славу, возвеличим Тебе, Боже, дякуем, что Ты нас взбирал сегодня, Господи, в целом вечеровый час, благодарим, Господи, что Ты так трусил наше сердце, Боже, расположил нас, Господи, будь в целом вечеровый час, с Тобою, Господи, прославил, Боже, слава и хвала Тебе, Боже, отец небесный, прошу, небесный Бог, благослови наше спиркувание, благослови моих братьев и сестер, Господи, коснись Духом Святым, Боже, дай нам, Господи, вечувать и присутствие Твое, Боже, жить и для славы Твоей, Боже, слава и хвала Тебе, чтобы быть уроком, Господи, для нас, жену, дружину Лотови, Боже, благослови, Отче небесный, каждому брату, каждому сестру, кто сегодня участвует, Господь, слава и хвала Тебе, хай во всем прославился Ты, наш вечный Бог, отец, и Дух Святой. Аминь. Ну, что, друзья? Ну, что, что, мои божане, друзья, у нас, мини назначаем, а так, есть расположенное сердце, рассказываем, стихотворение, верши, песни, все для славы Божьей, хай Бог всех вас благословит, укрепит, до силы, мудрости, будьте благословенны, прошу, семья и рады. Немножко постыло. Кто бы дал мне слезы сокрушения, плакал бы я день и ночь, где найти для сердца утешение, все сомнения, все сомнения полетели прочь, льются слезы у царя Давида, разве мало серебра? Но я плачу, но я плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня, кто бы дал мне слезы, как Мария, плакала у ног креста, и слезы, и слезами река нам омыла, для души от раду там нашла, кто бы дал мне слезы раскаяния, что лились из глаз Петра, тяжкую вину его омыли, грехи, горе, отречения, Боже, дай мне слезы так, посмотри на слезы Иисуса, что лились из глаз тогда, за спасение Иерусалима, и за грех ожесточения, Боже, дай мне слезы таковые, чтобы был услышан я, чтобы я не плакал за дверями, где слеза уж больше не нужна. Я зачитаю слезы. Боже, утешение! Так будет не всегда, шептал мне голос о вес, что это тоже с ним пройдет, но знаю, что с головы твоим волос, и без моей воли дочь не упадет, так будет не всегда, не плачь, ты слышишь, я рядом хоть тебе так тяжело, и небо все твои молитвы пишет, так будет не всегда, дитя мое, руками разгоню я небо тучи, а светом солнце засияет над тобой, я неизменный Бог и всемогущий, и тем, кто сердцем всем со мной, так будет не всегда, чуть-чуть терпения, ты приняв, прояви, доверь, доверься, проведу, я не оставил даже на мгновение, а крепку за руку тебя всегда держу, ты видишь лишь одни следы в дороге, и думаешь, шагаешь ты один, не в руках ты, а мои здесь ноги идут путем, где бы ты не прошел, иди за мной, ступай ко мне по волнам, я штурму не позволю утопить, лишь руку под деморской, скажу довольна, стихи в моей силах усмирить, так будет не всегда, земля и небо пройдет, но снова лишь слова мои исполниться обетование для верной, не отпускай лишь рук, надейся и жди, люби меня, сребури и испытание, я Бог твой, слышишь ты мое дитя, здесь на кресте написано над ранах, ты дочь отца, ты сын и боль твоя моя, так будет не всегда, как утешение, звучат слова мелодии небес, касаясь Божьей ран, и в них исцеление, и боль все отдаю Христу на кресте, аминь. Слава Богу! Я хочу рассказать вам свидетельство о том, как Господь оберегал меня и в детстве, в юношеские годы, ну а это свидетельство уже в зрелые годы, как Господь меня оградил от наркотиков. Мы жили на Сахалине, цверькей там никаких не было, я была тогда неверующей, о Боге не знала, как должна была бы знать. Вот, я тогда работала в военном госпитале поваром. До этого времени я долгое время работала в общепите, тоже поваром, где и заработала я там хронический бронхит. Постоянные там сквозняки, часто простывала, кашель сильный, температура, особенно весной и осенью. Была часто на больничном, врачи уже не знали, чем меня лечить. Один раз врач даже мне уже дает ватку и говорит, на, протри подмышкой. Я протерла, ну она думала, может я что делаю так, что у меня там температура 37,2, 37,3. Я протерла, она еще у меня больше стала. Вот, и этот раз, участковый врач уже мне выписала уколы, которые там с печатями, вот. И я в аптеке купила эти уколы, рецепт выписала. Купила эти уколы, но я себе так подумала, что я буду ехать в поликлинике. Это, наверное, так Бог дал мне, что в поликлинике, это в очереди надо стоять в поликлинике делать. Я же работаю в госпитале, там знакомые мои сестрички, все знают. И я себе там никакой очереди не надо и буду там колоться. И я обратилась к старшей медсестре, Наде ее звали. Вот. И уколы, рецепты показала. Она говорит мне, и это тебе, говорит, врач выписала? Я говорю, ну да. Она говорит, так это ж наркотик, колоть тебе их нельзя. Я тебе их делать не буду. И вот она, когда я говорю, а что мне делать? Я же уже их купила. Она говорит, выброси их в мусорный ящик. Ну, я не знаю, прямо вот так. Она говорит, закопай только, закопай там, чтобы не... или разбей их эти уколы. Ну, нельзя делать. В общем, она меня убедила, что мне их делать нельзя. А я ее послушала. И я эти уколы, в общем, уничтожила. Вот. Ну, а потом... Вот. Ну, я... Тогда я тогда о наркотиках вообще не знала, никогда о них не слышала. Вот. Но когда я уже стала христианкой, когда я уверовала в Иисуса Христа, я поняла, вот какой беды меня тогда Господь сберег. Вот я бы их, если колола. А я сейчас... Тогда я даже не поняла и так, и забыла даже про этот случай. Какой Господь только чудный. И великая благодарность нашему Господу Богу за все. Слава Ему Великое. Так, стих. Жизнь без Бога даром прожитые годы, не утертая никем слеза. Жизнь без Бога, как каприз погоды, то добра к прохожему, то зла. Жизнь без Бога неуютность дома. Это словно солнце без тепла, словно ливень без раскатов грома, и бывает часто немила. Жизнь бессмысленна без Бога, непонятна, созданная Богом красота. Жизнь без Бога не всегда приятна, и глупа без Бога, и пуста. Это словно птица без полета, это словно реки без воды, и не заблуждается пусть кто-то, что, живя без Бога, счастлив ты. Без него сомнений бесконечность, жизнь без Бога горе и беда, и утраченная с Богом вечность не на краткий миг, а навсегда. Жизнь моя в духовной дверь блуждала, скорби в сердце, воли пустота. Я тогда совсем еще не знала про Спасителя Христа. Слез немало в жизни пролила я, жизнь земная очень непроста. Никому теперь не пожелаю жить на свете без Христа. Он чудесно в жизнь мою явился, смыслом Божьим все наполнил в ней. В моем сердце духом поселился и избавил от скорбей. В моем сердце духом поселился и избавил от скорбей. И теперь совсем-совсем другая жизнь с Христом Иисусом у меня. Людям всем вокруг сказать желаю, что Христа узнала я. Дружба с ним у нас теперь большая, Он как друг беде не подведет, И любовь его ко всем святая Мир покой душе дает. Я с Христом Иисусом твердо верю, В жизни он всегда меня ведет, И мне в рай Иисус откроет дверь, И знаю, Он меня там ждет. О заре всю жизнь мою прошу я, Как росу небесная заря, Чтоб вокруг увидели все люди, Что Христа узнала я. Слава Господу! Слава Богу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Я могу теперь петь, Смело в небо глядеть, Наступила в душе тишина, Тьма сомнений ушла, Раздается хвала, Кровь Христа искупила меня, Искупил Он меня, Искупил, И хранить в свете дня, Аллилуйя! И в небесном раю Эту песню спою, Кровь Христа искупила меня, Я живу со Христом, И борюся с грехом, Не страшусь лютой битвы огня, Бог дает благодать, Грех и зло побеждать, Кровь Христа искупила меня, Жизни хлеб Он дает, И в пути бережет, Утешает собой осеня, Врач недугов моих, Кладца крови живых, Кровь Христа искупила меня, Если встречу грозу, На Иисуса гляжу, В нем надежда и крепость моя, Враг живет в темноте, Я сокрыт во Христе, Кровь Христа искупила меня, Искупил Он меня, Искупил, И храни святы дня, Аллилуйя, И в небесном раю, Эту песню спою, Кровь Христа искупила меня, И в небесном раю, Эту песню спою, Кровь Христа искупила меня, Слава Господу! Слава Дон Луи! Слава Дон Луи! Слава Дон Луи! Я уже на ходу песню сочинял, Ладно, не буду. Ну что, друзья, активно, Кто еще у нас готов поделиться Про Славу Божию, Про чудеса Господня, Про милость Божия, Которую Господь дает нам право, Кожему из нас, поверьте, Одинаково, Одинаково всем у нас есть, Дыхание, дышим, Мирно над головой, И вытекающим. Прошу. Сестра Тайна, Шурцы из темноты. Прошу. Хочу вирш рассказать. Тут он. Мама слушает собранье мое. О, витаем, Лариса Владимировна, Мы очень рады. Хай вас Бог благословит. Хочется видеть и церковь так же. Прошу. Хочу. 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 И надзвичайний в святий покровитель. Хочу. 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 Живі потоки потечуть. Я дякую, Всесильный Боже, Что Ти в мене, а я в Тоби, Что вчасно Ти и завжди допоможешь, Что каждого освящаешь в собе. Нехай подносится предвечное слово И думка у блаженства почутков. Нехай Твоя зростає творчість знову Сильніше і глибше за межу віків. Слава Господу! Слава Богу! Будь ласка, друзі. Слава Богу! Сестра Доджинкова поміняла місто збиття. Обичай під календарю, Вона говорила, зараз помінялася. Ясно. Тут мягче. Научитися терпеть, Тех, хто б'єт вас на отмашь, І з дівкою тонко під дых. Научитися. Научитися прекрасне в кожному творенній Тех, хто б'єт вас на отмашь, Греха. Живим, пусть забытым, Кресты на могилах. Тех, хто б'єт вас на мгновенье, Научитися терпеть, Даже якщо терпеть невозможно, І любити, і прощати, І горіти на розвілках дорог, В цій житні короткій, Порою такій, Многосложній, Верити в то, Що над нами є вічність, Є справда, Єсь Бог. Слава Богу. Мир вам, братья і сістрі. Приветствую, Меня слышно, да? Че ти, брат, че ти? Слышно, слышно. Доброе, слава Богу. Я вас всех приветствую Именем Ісуса Христа. Меня давно не було. Я хочу маленько Такое свидетельство сказать. Помните, Это, наверное, Два месяца назад было. Я просил, Щоб за мене молились. Слушай, я был такой больной был, Що лучше было бы умереть, Чем жить. Просто такая была болезнь, Связана с ногою, Що в жисть, Вернее, эта болезнь Вытягивала жизнь Из моего тела. Вот можете себе Это представить, Что это такое. Я уже распорядился уже, Там уже, Как и дирекшн, Как и по-русски, Дал указания. Все, что делать, Как делать, Где что лежит, Как поступать, Что сделать. В общем, Готовился уже к смеху. И, знаете, Молился я Господу, А Господь ничего не говорит. Не отвечает обычно, Когда Господь там, Мы должны отойти, И Господь должен взять. Господь нас предупреждает об этом, И говорит нам это. А тут нет ничего. Я благодарю Господа, Что Господь меня вывел, Провел через это. То я не лежать, Не сидеть, Не ходить не мог. Ну, потом вот с палочкой, Сейчас уже без палочки я хожу. Слава Богу. Благодарение Господу, За его великую милость. Господь да благословит каждого в вере, Как и тут вот говорят за свидетельство, Что Господь делает. Господь реальный, живой, Тот же Господь, Неизменно сильный, Спасающий. И мы должны доверяться Господу, И, как говорят, Прежде времени, Не допускать мысли о смерти. Ну, смерти и этого тела, конечно. Этого нашего тела. Дух человека, да, Он живой, Он вечный. И мы знаем это по Слову Божию, Как написано в Писании. Будем верять себя Господу, Чтобы быть готовыми. Что Господь хочет. Это тоже, знаете, Многие говорят за это, Что если человек заболел, Ну, причина этому, знаете, Я до сих пор не знаю причину, Но если брать причину, Я молился Господу, Знаете, я не знаю, Говорил или нет я. Это было очень давно, Было очень-очень давно, Больше сорока лет назад. И когда была девочка, Родилась одна девочка В одной семье, Это в Николаеве было, И у ее вот этой чашечки, В бедре, Где чашечка, Где вот эта нога входит в бедро, Не было этой чашечки. Вы знаете, Я был у того брата, И он посмотрел, Дитя родилось, Ну, жена само собой родила, Говорит, И она волочет эту ножку, И нога у ее просто, Как плеть просто была. И я ему говорю, Давай, брат, помолимся. Это не в церкви было, Это было дома, Мы собирались, Обеседовали, Молились по слову Божьему. Вы знаете, Мы помолились, Через неделю я прихожу к ним, Он говорит, Слава Богу, Говорит, смотри, 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 моя дочка, Говорит, ножки уже двигает. Ну, как на эти маленькие дети, И он пошел к врачу, Там сделали рентген, И врачи были очень-очень удивлены, Откуда взялась эта чашечка. Я благодарю Господу, Я как-то связался уже с Канадой, Может, года два назад, И спрашивал за эту семью, За это дитя, Что находит эта женщина, Сестра, Верующая, Это дочь этого брата, Он сейчас пастор, В Николаеве, Отделенных это 50-ников, И она, говорит, Только немножко, говорит, Прихрамывает, Что заметно чуть-чуть. Такая милость Божья. Вы знаете, Когда мне Господь вот это открыл, Думаю, Что так враг, Ну, оторвался на меня, Так и так, ну, Так мучил меня. И благодарение Господу, Знаете, Мститель, Он есть мститель, Когда мы творим дело Божие, Когда мы ходим пред Господом, Стараемся праведно ходить, Братья и сестры, Враг до того, Получается, Всячески хочет сделать нам проблему. Помните, Как за Иова написано, Что враг делал. Иов даже не знал потом о времени. И, ну, раз мы не знаем, Но когда нам Господь открывает Духом Святым За эти проблемы, То мы, знаете, Часто говорят так, О, если заболел, О, если что-то случилось, О, ты согрешил, Ты там грешник, Ну, и тому подобное, Тебе наказание от Бога. Знаете, И не всегда так бывает. Да, бывает и так, Когда человек отступает, Что дьявол, Потом, получается, Даже убивает тело человека. Но есть, Есть то, Что написано в Писании, Когда праведники ходят, Враг тоже нападает. Но мы преодолеваем, Как написано в Писании, Силою возлюбившего Господа нас. Он нам даст силы Духа Святого, Чтобы побеждать. И если мы страдаем за имя Господа, Не за наши проступки, Не за наши грехи, Которые мы сделали, Да, В настоящее время. А если мы страдаем по воле Божией, И по Писанию, В праведности Божией, То мы блажены. Мы должны это помнить и знать. Почему в сегодняшнее время, Как и брат Санок говорил, Что это время, Это время, видать, последнее. Мы не знаем, что будет завтра. Что мы не оглядывались назад. Если Господь взял все наши грехи, Наши беззакония, Мы должны благодарить Господа. Не отзираться назад. И знаете, я хочу сказать по этому поводу, Что интересно, Чтобы так понятно было. Если кто залазил лес на гору вверх, И когда человек залазит на гору, Такая высокая гора, И когда, если он оглядывается назад, Смотрит, Начинается головокружение, И человек может просто скатиться вниз. Почему ангелы сказали, Чтобы Лот и жена, Чтобы дети поднимались в гору? Именно в гору. Бог знал это. И Сара, вернее, не Сара, А Лотова жена, Если бы она послушалась, И Лот послушался, Не говорил за тот город, То не случилась эта беда, То мы должны понимать, Когда мы идем в Господу, Мы поднимаем взор к высотам, К престолу благодати, К небесам, к Господу, да, Мы не должны оглядываться назад, Не должны смотреть. А то, что совершается в этой жизни, Да, проходим мы испытания, Трудности, Иногда и порой просто не знаем, Почему это случается. Но Господь есть Бог, И Бог наш, Отец небесный, Он испытывает нас, Проверяет, верили мы, До конца ли мы будем, Чтобы мы это понимали, Волю Божью. Если мы не будем разуметь, Как многие не разумеют, Когда что-то случится, Начинают роптать, Начинают такие глупые вопросы Богу задавать, О, Господи, а для чего, А почему? Но если мы когда спрашиваем что-то от Господа, Господу, Говорим, Господи, Что ты этим хочешь мне сказать? Что ты хочешь научить меня? Когда мы просим у Господа, Чтобы поучение было, Не в ропот, Не в недовольство, К Богу Отцу, А именно в утешение, Или наставление, И укрепление. И когда мы проходим этот путь, Господь нас благословляет, Укрепляет, Дает нам силы, И готовит нас в вечность, Даже Господь готовит нас тут, На этой земле, К служению, Да, И прославлению, Там или стихотворение, Или что мы делаем для Господа, Должны делать как для Господа, Не как для людей написано, Да, Мы говорим друг другу, Мы утешаем друг друга через это, Но все, что мы делаем, Должны делать во славу Господа, Через то, чтобы имя Господа прославлялось, И те, которые люди даже не верующие, Которые слушают нас, И которые не знают Бога, Не знают пути их Господних, Мы, братья и сестры, Должны молиться за таковых людей, И чтобы Господь их укреплял. Вот слово от Господа, Которое нам Господь сегодня дает, Будем это помнить и не забывать, Смотреть только вперед, Взирать только на Христа, И смотреть ни налево, Ни направо, А тем более, Не оглядываться назад, Ибо вот это все прошлое, Мы не можем его вернуть, Мы не можем те пути даже исправить, Которые мы когда-то 20, 30, 40, Может, кого-то 50 лет назад, Мы не сможем то вернуть. Многие стараются это сделать, Но это, увы, Это просто невозможно. Мы новое творение, Написано в Писании, Нас Господь новое все творит, И мы должны это помнить и знать, И довериться Господу Всем сердцем, Всей душой, И всей крепостью своей. Да будет имя Господа благословено И прославлено в нашей жизни. Аминь. Господь да благословит каждого. Так, спасибо, брат Алексей, Давно мы не слышали. Слава Богу, что вы здесь, Нами, хай Бог благословит. Сестра, люди, прошу. За что сказать дякую Иисусу, Когда в жизни все иди не так, Когда до кола лишь одни из покусей И бед от горя, трудностей и страх. Когда все не так, Как ты хочешь, Когда все не по плану, Как ты звук, Когда не в силе ты Петняти очи. За что Иисусу дякувать тоди? За что сказать дякую Иисусу, Когда в жизни у тебя ураган, Когда идешь один в долине смутку, И не бачишь сонця Серед темних ман. За что сказать, Когда поруч близкие Лежать в пороге деколька роков, За что схилятись перед Богом низко, Когда у нас Багато так жалів. За что сказать, Когда друг трехворий Дочка чи сын, Дружина, Человек, Когда проблемы лишь одни Довкола, И так триває Не один же рік. Один лишь смуток Завжди зустрічаешь, И сердце радик Вже давно пішла, А ты меня чомусь не помічаешь. О, как болит Тобі душа твоя! Який це біль, Яка глибока рана, Немає тих, Хто вигурить її, Та в мене є Цілющі бальзами Для того, Хто стомився в боротьбі. Сьогодні ставиш ти мені питання, А я на нього Відповідь даю. Спочатку днів І аж до днів останніх Я свій народ Долинами веду. Це не для того, Щоб зламати віру, Або тобі у чомусь докори. Ні, навпаки, Щоб дати тобі силу І в цих стражданнях Душу укріпи. Лише вогонь позбавить Лихого Від того, Що на дні вже залягло, Не відступлю я Від бажання свого І з твого серця Виняти все зло. Тяжкий це шлях, Тяжкими є ці муки, Але висока дуже в них ціна. Я просянув до тебе Свої руки, Щоб ти мені Подяку принесла. Ні, Не тоді, коли навколо гарно, Коли співають птахи в небесах, А в той момент, Коли навколо страшно, Коли навколо бачиш Тільки крах. Тебе завжди в житті благословляю, Підтримую І завжди бережу. Під тебе я подяки не чекаю У той момент, Коли ти на краю. А зараз Ти зроби у серці тишу І звідти йти не поспішай. Згадай, Чи я хоч раз тебе залишив, Чи я хоч раз тобі не помагав. Коли подякали не свого серця В той час, Коли навколо лиш біда, Бо на мені, скажу, Тобі відверто, Не наче скарб Великий дорога. Тож, укріпис, Згадай усі уроки, Які тобі в проблемах подавав, І віддай подяку Щирим серцем Богу За те, що він Тебе не покидав, За те, що він Ніколи не залишив, А завжди поруч У проблемах шоу І зрозумію, Що все в житті на краще, Бо це все нам Дала його любов. Тож не сумуй В житті ти аж над міру, Радій дрібницям І радій життю, І не забувай Важку сумну хвилину Віддать подяку Вічному Христу. Слава, здивай. Мій Господь молитви До Тебе схиляюсь І подяку серця До Тебе несу За любов, за путь Твій Возьк Тебе молю Посвятий, очистий Все життя моє Дивний мій спаситель Відкрий мої очі Я себе побачив У гріховні тьмі І в стрьозах гарячих Пав до ній впробитих І в ту ніч Ісус мій Явки знав Тебе І в стрьозах гарячих Пав до ній впробитих І в ту ніч Ісус мій Явки знав Тебе Ніжно ти Силися Боже, наді мною І спитав тихенько Любиш ти мене Не упором, але Ніжною любою Ти тоді навіки Врятував мене Не упором, але Ніжною любою Ти тоді навіки Врятував мене Всю красу земною Нарноту й невіля Проміняв на щастя Яке дав Христос І в житті нічого Більш мені не треба Коли ти спаситель Все його бізнеш І в житті нічого Більш мені не треба Коли ти спаситель Все його бізнеш Слава Богу! Так, будь ласка, друзі Кто там ще Має де що сказати Для слави Божої Будь ласка Сестра Оля Вірш Дитя моє Послушай мене серцем Не торопись уйти От моїх ног Давай поразмышляєм С тобою вместе О том, як ти живеш І хто твой Бог Вот ти січас Считаєш эти строки А я считаю стук сердечний твой Не думай, що я Бог такий далекий Я прямо тут Я рядышком з тобою Я знаю твої мисли Твої страхи Я вижу кожний вдох Каждий выдох Каждий вдох Я знаю, чим сьогодні Іскушаєт Іскусний враг Ведь шлях Ведь план його готов Но знай, дитя моє Можливо, щастя Амінь Раскажу Какий-то пост Медициня занимала Я не знаю точно Какой Ну, в общем, непростая Она была На работе Очень была почетом Пользовалась Уважением Очень была хорошим работником Очень много было коллег С работы на этих похоронах Организовал это все Ее сын Он работал в аэропорту В Москве Работал и работает, наверное На международных перевозках Они Это вся В общем, этот сын Его семья И эта женщина Они очень Жили в большом достатке Никогда не знали нужды И что самое, конечно, печальное Я это узнала от сестры Значит, эта женщина Которую хоронили Она была для этой сестры тетей И она ничего не хотела Слышать о Боге Просто категорически Его отвергала И вот я была настолько Ну, как Огорчена тем, что я знала Об этом, о ее жизни Я знала, что она о Боге Не хотела слышать И, естественно, она Не покаялась Когда она уходила из жизни Ну, мы так думаем Судя по ее отношению Бог знает Но у меня У этого гроба В доме панихиды Все это происходило В Луцке И у меня, стоя у этого гроба Родилось стихотворение Вот я хочу прочитать его Красиво и пышно Ее провожали Цветов было много И гроб дорогой Слова благодарности Слух ублажали Скорбели, прощаясь С родной душой Шикарно и дорого Дом панихиды Прощальные речи Мерцание свечей Не каждый так сможет Скажу без обиды Устроить прощание Маме своей Но не было в этом Во всем утешение Какая-то тяжесть На сердце была И грусть От упорного В жизни решения Та мама Без Господа В сердце жила Слова говорились О ласке Заботе Звучало друзей И родных Похвала В почете Та мама Была на работе Как жаль Не в почете У Бога была Так жаль Что красивое Это прощание Для мамы Останется здесь На земле Но если потом Ее ждет наказание На вечные муки Пойдет к сатане Для мертвых Важнее Не прощание А встреча Пред встречью С вечностью Души стоят Венки И цветы И хвалебные речи Не смогут украсить Пути души в ад Не нужен им вид Дорогой катафалка Уже безразличен Земной наш уют Их душам До слез Будет больно И жалко Когда не найдут В небе С Богом Приют Хотели эту песню Спеть с Дашей Но, к сожалению Не может она сейчас И будет завтра Уезжать уже Спою я Ну давай Когда-то в свете Без теней Не здесь, а там В краю родном Постигнем суть Земных скорбей И сокровенное И сокровенное Поймем Всецело Богу доверяй Он нас ведет Прямым путем Теперь темно Но близок А там А там А там Мы все Поймем Найдем Потеряную Нить Закончим Начатаем Нем Все тайны Сможем Моя И все Земное Там Поймем Всецело Богу Доверяй Он Нас Ведет Прямым Путем Теперь Темно Но Близа Край А там А там Мы все Поймем Зачем Зачем Темнело Все Вокруг Успеха Не было Ни в чем А песня Обрывалась Вдруг В стране Небесной Мы Поймем Всецело Богу Доверяй Он Нас Ведет Прямым Путем Теперь Темно Но Близа Край А там А там Мы Все Поймем Бог Знает Все Он Держит Ключ Он Нас Ведет В Небесный Дом Там Там Зноя Нет Негрозных Туч Там Свет И Мир Там Все Поймем Всецело Богу Доверяй Он Нас Ведет Прямым Путем Теперь Темно Теперь Но Близа Край А там А там Мы Все Поймем Всецело Богу Доверяй Он Нас Ведет Прямым Путем Теперь Темно Но Близа Край А там А там Мы Все Поймем Слава Богу Слава Богу Слава Богу Друзья Время У Нас Это До Закончения Так Чтоб Поторопиться Кто Еще Если Серце Расположен Поделиться Тем Что Бог Положил Ваше Серце Собой Не Неси Ничего Дому Я Порой Вы Уже Дома Не Ховайте Давайте По Хорошему Брат Давайте Молятся Люди На Всех Континентах Северном Крае И В Африке Жаркой Молятся Черные Желтые Белые Молятся Нишние Бедняки Богатые Комнатки С маленькой Двери Закрывшей Или Освещенном Сверкающем Зале Или На Лоне Природы Затишье Молятся Радости Люди В Печали Молятся Богу У Краю Могилы У Новорожденные Полные Силы Или Бессильные Горьки Сомнения В трудах Изнурения Жарком Ли Сердце Ли Грустной Глубокой Твердой Верой Надеждой Ли Робкой Молятся Мысленно Молятся Вздохом Молятся Шепотом Молятся Громко Просит У Бога Поддержки Защиты Просит Прощения И Разума Света Просит За данных И Просит За близких И Благодарность Приносит От сердца Слышит Всех Бог Вовсю Жизнь Мгновенно Видит Желание Чем Сердце Дышит Слышит Молитву Бессловлю Что Стремления Но Без Участие Сердце Не Слышит Наша Молитва Дыхание Жизни Связь Человека С Благими Дарами Связь Жизни Время Жизни От Жизны Связь Бога С Нами Своими Детями Наша Молитва То Вопль Покаяния Грех Искажает Наш Образ Предвечно Наша Молитва То Сердце Искание Вышло Доброе Светло Вечно Наша Молитва То Поле Сражение Много Желаний Хороших Имения Но Провести Жизнь Благими Стремлениями Часа Друзья Мы Совсем Не Умеем Мы У Христа Видим В жизни Спокойствие Неустрашимость И Выдержка Сил Было Ему Все И В рождении Свойственно Нет Два Молитв В пустыне Родилась Обличающая Крот Испокойность Воля Отца При Голгофских Срадания Духов Величие Силы Стокойкость Это Это Родилась Больбер Гефсимани С помощью Божества Челлен Направляем Моро Житейское Бушующее Грозное С помощью Божьего Боля Состраданием Их Усмиряем Молитвы Тревожные Это Больба Без Орудия Выстрелов Более Божественного Повинования Сколько Пролито В борьбе Слез Невинных Но Но Как Желанные Победы Мгновения Наша Молитва Просто Сердечно Чувствуем Жизнь Свою Скоростечность О Научи Боже Видеть Мысль Вечный В этом Отрезке Подаренном Вечности Дай Благодарим Благодарным Быть За Даяние И Научи Нас Детям Быть Прилежным Чтобы Назначено Твое Оправдали Мы Чтобы Наша Жизнь Не Пришла Бесполезно Молим Тебе Мы За Близ Близ И Даль Мир И Поддержку Пошли Боже Людям И Как На Небо Твое Сияние Так На Земле Твоя Воля Будет Аминь Слава Господу В Уго Шоу Стрелить Не Более Песня Как Ты Преехать Дойч Она Не Дойч Не Рус Не Не Мож Преехать Понял Понял Ясно Друзья Добрые Кто Там У Наша Франция У Госян Гайяне Что Там Один Раз Так Уменюк Что Я Не Помню Участвовала Уменюк Сестра Ты Уже Поїла Пожалуйста Только Бажано Ключить Микрофон Будь ласка Честно Не Понимаю Микрофон Ключила Да Добрый Добрый Не Зупиняйся Не Зупиняйся Як Зустрінешь Перешкоди Як Здастся Шлях Зеленый Тобі Тяжкий Бог Сильний Розгорнути Сильний Води Щоб Перейшов Ти Океани З ним Коли Проблеми Стануть Наші Гори Яких Здається Вже Не Обійти Не Зупиняйся Бог З небес Говорить Допоможу Тобі Скрізь Все Пройти Не Бійся Коли Злих Людей Спіткаєш Які Тебе Захочуть Погубити Ти Їхніх Намірів Напевно Що Не Знаєш Але Бог Сильний Від них Захистить Не Припиняй Свій Біг Хоча й не Сила Дістатися Кінцевої Меті І Навіть Якщо Раптом Дощ Злива Бог Буде Поруч Щоб Допомогти Тебе Нахвійніше Чекає Перемога Вдар Від Христа Отримаєш Вінет Біжі І знай Що буде Допомога Тобі Її Подасть З небес Творець Амінь Як Ваше Серце Світ Врану Берне Спасові Те У молитвах Розкажи Він Білю Тішить Вам Вихід Вокаж Ран Тих Немає Що Спас Незгої Спас Тиха У смутку Світло Незрячим Немічним Кріпост Спас Сила Вбурні Голос Потіхів Все Згривджений Мови Спас Ваші Рани Загоїть Усі Гляньте На хліб Життя На живу Воду Даре Що Ними Спас Незвеже Діть На любов І Передіть Повній Вір Спас Вам Турботи Усі Рожени Спас Тиха У смутку Світло Незрячим Немічним Кріпост Спас Сила Вбурні Голос Потіхів Все Зкривджений Мови Спас Ваші Рани Загоїть Усі Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Добрі друзі Кто ще У нас Ешо є Запаси Хтось Будь ласка Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Ну, как говорится, нет Тоже ответ Ничего страшного нема Трагедии нема Що більше нема Ні кого сказати Друзі У нас Заврішаються Дякувати Богу Благодарю Що Бог дал нам змогу Ми можемо Участвувати В службі Можемо Прославити Нашого Господа Патру Братаррат Ласка До молитви Да Ешо раз Благодарю Господу Конечно Єльдам Благодарю За Господу І за все І я тож Благодарю Господу І вас До молитви За наших Детей Котори З воскресенья Прилетели З внуками І сьогодні Ешо один Цен З Канады Вилетел Женой Завтра По милости Божьей Божьей Буде Тоже Детей В Германии Ну Потому що 5 ноября Моєй жене Будь 70 лет Той Дети Внуки Прилетели На День рожжения Я Благодарю Господу Действительно Бога Що милостиви Кажде Душі Каждому Що Бог Дає Время Каждому Що Ми можем Встречаться Ми можем Общаться Ми можем Сидеться Будь В групах С народом Божем С разных Стран Хоть Мой Бог Всех Любит И любил И будет Любить И так Как написано Сказано Было Сказано Есть Что Не Время Возреби А я Вас Возребил И мы Каждая Человека Каждая Из нас Жили По Разному В этом Мире Может Одни Уже С детства Были Верующими Одни Может Позже Но я Здесь В Германии Уверовал В 95 Году Вот И я Благодарен Господу Что Бог Зашел Меня Конечно Было Все На этом Земле А что Дальше Будет Мы Не Знаем До Этого Сейчас Нас Господь Вел И сегодня Можно Сказать Уже Одиннадцатый Месяц Уже Можно Сказать Еще Два Пусть Два Месяца И уже Конец Года И так И наша Жизнь Недавно Мы Родились Недавно Пришли На свет И Придет Время Мы Должны Уйти С этой Земли Конечно Кто Как Уходит С этой Земли Кто Готов Встреча С Господом Кто Еще Не Готов Встреча С Господом Потому Что Бог Предупреждает Нас Всех И Показывает Что Ты Я Дорогая Душа Никто И Лот Он Говорил Чтобы Он Готов И Вышел Конечно В этом Насчет Лота Мы Можем Много Размышлять Можем 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 Много Говорить Проповедовать Каждый По-разному Как Бог Дает Человеку То И Говорит Пусть Бог Нас Всех Поможет Чтобы Нам Действительно Как Написано Чтобы Не Быть Опоздавшим Однажды Чтобы Нам Господь Не Сказал Отзойди От Меня Я Тебя Не Знаю Это Будет Очень Страшно Будет Когда Бог Скажет Отзойди От Меня Я Тебя Не Знаю Мы Знаем Местописание Много Нам Притч Говорил Христос И Много Написано Словом Божиим Особенно Это Время Сейчас Мы Видим Какое Время Обман Что Время Потому Что Действительно Время Такое Что Как Говорят Спасай Свою Душу И Молись И Бодрствуй Чтобы Нам Не Впасть В руки Сатаны И Действительно Как Лота Здесь Напоминает Я Немножко Зачитаю Как Написано В 17 Главе Лука 28 Так 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 Как Было В одни Лота Еле Пили Покупали Продавали И Садились Строили Но В тот День Который Лот Вышел Из Содома Пролился С неба Дождь Огненный И Сленный И Истребил Всех Так Будет И В тот День Когда Сын Человечка Вявится В тот День Кто Будет На В кровле А Веси Его В Дом Тот Не Сходи Взять И И Кто Будет На Поле Так же Не Обращайся Назад Вспоминайте Жену Лотову Кто Станет Сберегать Душу Свою Тот Погубит Его А кто Погубит Его Тот Оживит Его Скажем 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 В ту Ночь Будет Двое На Одной Постели Один Возьмется А Другой Останется Оставится Двое Будет Молодь Вместе Одно Возьмется А Другая Останется Двое Будет На Поле Одна Возьмется А Другой Останется Оставится Смотрите, здесь видите, действительно, как напоминает нам Слово Божие, он говорит. Тот день, действительно, мы сейчас тоже, как мы сейчас, при этом время, мы тоже здесь, как и написано, и женимся, и строим, и все делаем. Но Бог нас предупреждает, чтобы так не было, как с Лотой. Потому что, действительно, я уже говорил, каждый понимает по-разному, каждый проповедует. Действительно, Бог предупредил и Лоту, и Лот тоже сказал своей жене, чтобы она не отвернулась. Так и мы, мы даже можем подумать и в нашу жизнь. Если мы сейчас живем, строим, вот, дома наши, и все мы делаем, вот, и у нас дома хорошие, большие двух-трехэтажные дома, машины, мебели хорошие, дорогие, все. И тут ночью Бог тебе скажет, вставай, иди. Уйди из этого города или из этого деревни. Конечно, каждый человек может тоже так подумать и так сказать, помыслить. Да, а вот мое все богатство, что делать? И Бог скажет тоже нам, не оглянитесь, а идите. Мы тоже оглянемся. Нам жалко будет. Это все. Так сам и брат сказал, если на гору поднимешься, высоко, и когда ты смотришь на низ, конечно, голова закрутится, и ты упадешь. Потому что Бог нас предупреждает. Вот. Если Бог нам сказал, чтобы мы исполняли, конечно, будет жалко нам оставить эти дома, это мебель, это машины, это хозяйство, это все. Но, если мы хотим иметь жизнь, как говорит он, тогда так будет, тот день, когда сын человеку явится, тот день, кто будет на кровне, и вещи его в дом, тот не сходи взять. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Он так даже в тридцатистике говорит, вспоминайте жену Лотову. Действительно, я только что говорил, чтобы нам будет очень жалко это все оставить. А для кого? Не знаем, для кого это будет оставлено. То он говорит, вспоминайте жену Лотову, как же, как Бог говорил, он напоминает тридцатистике, кто станет сберегать душу свою, тот погубит его, а кто погубит его, тот оживит его. Сказываю вам ту ночь, будет двое на одном постели, один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, одни возьмутся, а другой оставится. Вот смотрите, здесь можно так подумать, знаете, одним говорят, один был мирской, из мира человек, муж и жена, вот, муж не был верующий, он остался, жена ушла. Бог забрал ее. Или наоборот. если так подумать, знаете, когда я только уверовал и начал читать Слово Божие, и я так, так само думал за эти десять дел, которые были готовы, а пять, которые не были готовы. я так там и думал, эти пять из мира, а пять из духовные. Но когда я начал молиться, просить у Господа, разъясни, что это за Писание, и как понять, и Бог разъяснил. Это духовные люди, дети Божьи. Так само и здесь. Нам Бог говорит тоже. Эти двое, которые на постели, жена и муж, если жена готова, она Бог заберет. Если муж готов, или жена не готова, или муж не готов. Видите, потому что действительно Бог предупреждает, и здесь наш апостол Петр нам тоже говорит такие слова. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он писется в вас. Трезвитесь бодресуть, потому что противник ваш дьявол ходит, как риху шалев и всякого приглотит. Противостаньте ему твердой веры, зная, что так же застрадание случается и с братьями в вашем мире. И Бог же всяко благость призвавший вас, нас, вечную славу, своего Христа Иисуса, сам по кратковременному страданию нашим да совершить вас, да утвердить, да укрепить, да что делать, и непоколебимым ему славу и державу в веки веков. Аминь. Здесь нам тоже Господь, апостол Павел говорит, ой, апостол Петр из меня, говорит, и так смиритесь под Божью руку, да он вас несет. Если мы, он говорит, и все заботы, которые мы сейчас у нас есть, положите на Бога. И он, он пишется о нас. А он говорит дальше, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник вас, дьявол, ходит, крик в шале и всякого приглотит. Действительно, мы видим, сейчас такое время настало, действительно, он ходит, как рик ушелев. Он ходит по этому миру, особенно в христианских домах, в христианские церкви. Почему? Сейчас очень пустые церкви. Никого не заставят сходить в церковь уже, не говоря о мире, а говоря о христианах. В группах никто не желает прославить Господа. Брат всегда говорит, пожалуйста, пожалуйста. Нам надо самому, мои дорогие братья, простите меня, самым нам жажду надо иметь. братья, но или я не буду отвечать за вас. Мы сами за себя будем отвечать и сами за себя будем отдавать отсчет перед Богом. Каждый будет носить свой плод перед Богом. Я свои плоды понесу, вы свои плоды принесете перед Богом. Потому что и мы скажем, Господи, я не знал, прости, я не слышал. А он скажет, ты был там, ты слышал, ты все это делал. И что мы сможем сказать? Ничего не сможем сказать. И он скажет, отойдите от меня, все делали, что беззаконие. И так само, как десяти девам, так само это говорится. Те, которые готовы, душа будет, она возьмется. А те, которые душа не будет готова, она останется здесь на земле. Знаете, один брат говорил, свидетель, что он наговорит, я просыпаюсь днем, никого нету. Он думает, неужели уже вознесение, а я остался на земле. Видите, он перепугался, он проснулся, днем, он там на обед уснул, там проснулся, никого нету. думает, он неужели возношение уже поднято все. Вот так и мы, так и Бог нас предупреждает через Слово Божие, он нам говорит. Потому что Бог сейчас нам предупреждает, это еще не конец. Эти войны, так как он говорит Слово Божие, вы услышите и увидите, но это еще не конец. А дальше мы не знаем, что еще будет, но эти 10 месяцев, которые Господь дал нам жизни, дыхание, мы прожили уже 11 месяц, мы не знаем, два дня мы по милости Божьей прожили до этого часа. А дальше мы не знаем, что нам будет. Но Бог предупреждает нас, чтобы мы всегда были готовы, чтобы не были мы, как его жена Лотова. Как он говорит, и будь тот день, когда Сын Человеческий явится, тот день, кто будет на кровь и вещи его в доме, тот не сходи взять, и кто будет на поле, так же не обращайся назад, вспомните жену Лотова. Пусть Бог поможет нам всем, и я очень благодарен Господу, что действительно Бог нам дает еще дыхание жизни, что Бог нам дает еще встречаться здесь, хоть из разных стран, Бог всех любит, Бог всех хочет, чтобы каждый человек не приходил к нему пустыми руками, а с плодами. Если мы дома сеем, если мы дома что-то делаем, это сажаем, и мы хотим, чтобы были плоды, так и Бог, если Бог нас нашел, Он возлюбил нас, послал Сына Своего, и Он от нас тоже ждет наши плоды Ему, как мы из огорода ждем или сдачи ждем плоды, чтобы нам покушать, так Господь ждет наши плоды, чтобы мы имели эту жизнь вечную. Пусть Господь всех на вас благословит, и меня, и вас, я еще раз благодарю вас за молитвы, пусть Бог благословит вас всех, аминь. Дякую, дякую, браты, дорогие брата и сестры, еще раз благодарю Господа за устройство цей день, цей вечерой час, который Бог нас благословил, мы молимся велькование, почули Слово Божье, чули свечи, чули верши песни, все для славы Божьей. Хай Бог всех нас благословит, мы будем молиться, помолимся за Олега Беллаш, что лекарни зараз, попросим, чтобы Господь благословил, да, в силе, скорее, выписывайся из больницы, что, какие нужды есть, давайте все скажем, Господа, прошу. Прошу спасения семьи. По одной, будь ласка. Так, за семью сестра Таня, что просила? Сестра Вера, прошу. За мое здоровье, чтобы поддержали за мое здоровье. Добрый, за сестру Веру, вы знаете, что она получает там ликования, хайбу благословит, так за сестру Вера домой, связь прорвался, так за детей помолимся, хайбу благословит, спасай их. Брат Алекс прошу, Алексей. Братья и сестры, я благодарен Господу за милостью, которую Он явил мне. Еще раз благодарю Господу и всех, кто молился за меня, потому что во многих местах молились, даже в Аргентине. Знаете, у меня такая нужда, я не знаю, как можно ее сказать, в доме, в доме, в доме проблема, что через то, что Украина вошла, и они не чужали Украину, Украина зашла в дом сюда и делает большие проблемы, до разделения, полного разделения, и это проблема, что препятствует даже трудиться для Господа. И знаете, что хочу сказать, чем больше молитв, тем хуже, еще хуже становится в доме. Вот после молитвы хуже не будет, брат, Алексей, мы будем молиться, потому что молитва вряд ли мы знаем много свидетельств, и через ваше свидетельство, ничего, все будет доброе, так что хуже не будет, по крайней мере, хуже не будет. Да, Хай Бог благословит. Спасибо. У нас есть украинские очень хорошие стихотворения, не могу сейчас прочитать. Брат, что-то хотели? Я хочу, чтобы меня помолились, Шалгасов. На вас помолились, доброе. Сейчас молитвы, хай руку ложит на вас, а мы будем молиться, и Бог благословит и вас. Так, сестра, кто там вообще у нас? Сестра Люда Шуман, будем молиться за ваше семейство, за Дашу, чтобы Бог греби еще в дорогу. Ну, благодарим сердечно, да. Ясно. Да, за маму, за здоровье мамы, за мое, вот, и за Дашу, и чтобы голос у нее появился, что-то, ну, голос пропадает, появится, споем, снова пропадает, но сегодня не смогли. А вы собрание были там, сегодня вы могли здесь быть из Ибрани? Нет, нет, мы должны были быть в гостях. А. Вчера, это мы ездили в Гижицко, пастор нас пригласил, то мы были в гостях в другом городе, но собрания там не было, просто он живет в церкви, мы были в церкви, и там общение. Добрый, будем молиться за вас, вашу семью, до мамы, до дочки, внуки, всех, сгай Бог благословит. Сестра Оля, Максимчук, прошу. Сестра Оля, прошу. Прошу помолиться за спасение детей, за мир на Украине в свете, и за примещение для нашей церкви. Поможи, Господи, добрый. Прошу помолиться, хай Бог трошки оздоровить мене. А что трошки, то хай здоровый. За племянности человека, хай Господь явить вам сердце, за спасение моей семьи, за мир, за наше примещение, за мир в Украине. За все милости дякую, Господи. Ах, Боже, поможи, добрый. Не знаю, ничего не писал, чи он выехал десь на схит, загруженный был, але не знаю. Не знаю, мне писем нема, ничего, нема, не знаю, сообщений нет. Добрый, добрый, Сегодня Анжелина Новочук день рождения, поможется, хай Бог ей благословит також. Анжелия. Все сказали? Добрый, друзья, хлопцы у нас там роблят забора, дуже гарно роблят, слава Богу, хай Бог благословит, чтобы они благополучно закинчили, дабы устроиться, чтобы все это закинчилось, и интернет у нас не работает, хай Бог тоже благословит, чтобы получился этот интернет, чтобы связь был плотцем со всеми, хай Бог поможет, благословит детей, внуки всех, я их вручаю в Божьи руки, хай Бог благословит. Добрый, друзья, на чем мы заканчиваем нашу трансляцию? За дорогу Даши, за дорогу Даши, чтобы благополучно доехала Даша. Я говорил это в начале. А, спасибо. Да, на чем мы заканчиваем нашу трансляцию? Дякуем Богу, дякуем вам, что вы сегодня были с нами. Это было служение Церкви Дваги, я возник с самого Кося, пас Церковь Дваги, после выключенной трансляции, вширо, вздеваем до нашего Бога. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok